Пенсии снова изменятся. Во-первых, увеличатся. Сумму проиндексируют трижды в 2022, 2023 и 2024 годах. С другой стороны, Минтруд предложил заранее знакомить граждан с их пенсионными накоплениями. Мужчина старше 45 лет и женщина 40 лет, соответственно, смогут получать информацию о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, чтобы размер будущих выплат не оказался сюрпризом. Подробнее в нашем следующем материале. Вся информация будет приходить человеку в личный кабинет на портале госуслуг. Те, кто не использует данный сервис, смогут получить сведения при личном обращении в территориальный орган ПФР. В уведомлении будет содержаться напоминание об условиях выхода на пенсию по старости. Например, сколько еще лет стажа необходимо для этого приобрести. В случае отсутствия каких-либо сведений, например, о стаже, могли заранее обратиться в пенсионный фонд, для того, чтобы специалисты пенсионного фонда могли запросить в тех организациях, где гражданин работал, независимо от того, находилась ли организация на территории Тверской области, Российской Федерации или на территории бывших советских республик. После поступления информации ее заносят на индивидуальный лицевой счет. Напомним, что пенсия бывает страховой и накопительной. У кого-то она формируется только за счет страховой части, у кого-то за счет страховой и накопительной. Первая состоит из зачислений в ПФР, которые производит работодатель с официальной зарплаты. Вторая – средства сформированные за счет страховых взносов работодателей и доходов от инвестирования. Самое главное, что если гражданин увидел, что у него не хватает или баллов, или стажа, то, соответственно, он должен, конечно, предпринять какие-то меры. Например, человек может начать самостоятельно уплачивать дополнительные страховые взносы для увеличения размера будущей пенсии. Или найти работу с белой зарплатой, если на данный момент у гражданина непрозрачный вариант оплаты труда работодателя. К слову, зарплата в конверте не может быть учтена при формировании пенсионных прав гражданина. Не надо ждать милости от природы. А значит, если ты работаешь по найму, то, если у тебя есть хобби, ты можешь озаботиться дополнительным источником дохода. Получить удовольствие от хобби и получить деньги за это удовольствие в реализации. Кстати, у всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управлению пенсионному фонду Российской Федерации или негосударственному. Однако некоторые эксперты ко вторым относятся с опаской. Я не знаю ни один негосударственный пенсионный фонд с длительной предысторией и успешностью функционирования. Вот исходя из этого, это риски. Чем больше риск, тем больше в наших странных условиях есть возможность потерять накопление. Узнать примерный размер будущей пенсии можно самостоятельно. На портале госуслуг есть так называемый пенсионный калькулятор. Используя несколько критериев, любой человек может выяснить, на какую величину господдержки он может рассчитывать.